Почти два года строительства, десятки мостов и разъездов, миллионы шпал и тысяч бетонных блоков. Железная дорога протяженностью 65 километров соединила сразу три рая на Кубани. Долгожданная магистраль открыла новые возможности не только для экспортного потенциала региона, но и для развития экономики всей страны. Сегодня официальный старт движению грузовых поездов дали вице-премьер России Максим Акимов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Открыть движение разрешаю. Грузовые составы в объезд Краевой столицы будут ходить от станции Козырьки в районе Кореновска до новой станции Гречаная в районе Тимошевска. Новая ветка направлена на то, чтобы разгрузить Краснодарский железнодорожный узел. Если раньше нефть, газы серы увезли через Кубанскую столицу, то теперь половину проходящих товарных поездов пустят в обход города. Составы смогут быстрее доставлять груз Козово-Черноморским портом. На объекте трудились около двух тысяч строителей в две смены. Максим Акимов благодарил всех за качественную работу. Как отметил заместитель председателя правительства, сегодня завершили реализацию одного из ключевых транспортных проектов страны. Это исключительно важный для страны проект. Он важен не только для края, он важен для всех регионов России, потому что груз, который следует по направлению портов Азово-Черноморского бассейна, рождается во всех уголках нашей Родины, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. В общем, здорово. Я вас поздравляю с завершением работы. Хочу искренне сказать вам большое спасибо всем, кто принимал участие в этой большой работе. Особое значение новая магистраль имеет для жителей Краснодара. Городские ЖД-переезды разгрузятся, а значит увеличится пропускная способность. И автомобилисты будут реже стоять перед закрытым шлагбаумом. Как отметил Вениамин Кондратьев, железнодорожный обход Кубанской столицы – это огромный шаг вперед. Новый путепровод позволит развивать систему пригородного транспорта, а также поможет связать с центром отдаленные микрорайоны. Грузовые поезда пойдут теперь вокруг Краснодара. Для нас это важно, потому что пересечения железнодорожных путей с автомобильными как раз и являлись в том числе определенным затором. И сегодня можем смело сказать, что, конечно, это будет способствовать решению тех транспортных проблем, в том числе пробок высокобальных, которые в Краснодаре существуют. Но самое главное – это железнодорожная инфраструктура будет использоваться для того, чтобы мы привязали микрорайоны Краснодара к центру и пригородные районы Краснодара к самому Краснодару посредством наземного метро. Этот вариант сегодня прорабатывается. Я думаю, он также будет совместно с российскими железными дорогами реализован. Общий объем инвестиций в проект составил около 150 миллиардов рублей. Также были построены новая станция Кирпили и разъезд Бесужек. До сегодняшнего дня по железнодорожному обходу Краснодара было открыто рабочее движение. То есть по рельсам ездил исключительно строительный транспорт. Реализация такого масштабного проекта была завершена на год раньше, намеченного срока. В каждом проекте есть золотое звено. Вот эти 65 километров на 10 часов сократят срок передвижения грузов. Это очень важно для экономики нашей страны. Это дополнительные налоги, это дополнительная возможность работы. При этом обход построен по самым современным экологичным требованиям. Уникальность железнодорожной ветки в том, что по ней можно проехать без остановок. 65-километровый участок нигде не пересекается с другими транспортными артериями. При этом строительство железнодорожного полотна никак не помешало работам на полях. Новая железнодорожная ветка проходит по аграрным землям. Но специально для фермеров и сельхозтехники строители возвели наземные проезды, чтобы комбайны и тракторы смогли свободно перемещаться с одного поля на другое. Железнодорожный обход Краснодара всего лишь часть комплексной программы. В ближайшие два года, чтобы ускорить доставку грузов к морю, планируют проложить еще более 200 километров путей. Вице-премьер России вместе с главой Кубани проехались по новому ЖД-участку. По дороге в Краснодар Вениамин Кондратьев представил Максиму Акимову проект экспортно-импортного хаба. Он должен объединить 9 портов и 4 аэропорта. Губернатор Кубани обратил внимание на необходимость создания единой транспортной логистики. В частности, рельс зашла о подъездных путях к перевалочным терминалам в портах края. Сегодня, безусловно, мы должны выработать единую транспортную логистику и логистику перевалки грузов и собственных портов. Каждый из них строят те или иные терминалы по перевалке чего бы ни было. Конечно, они будут нуждаться в дополнительной транспортной инфраструктуре. Огромная просьба к вам, Василию Васильевичу, к правительству России, все-таки создать правовую базу для того, чтобы мы могли четко понимать принципы дальнейшего развития, исторического инфраструктуры, экспортно-импортного хаба портов Юга России, приоритеты перевала, по большому счету. И вот здесь прозрачность, в том числе, со стороны государства, потому что еще с подчеркнув, что дороги все проходят через титул Греснарского края, как к этим портам. И здесь тоже должны согласиться, где собственная экономика будет прозрачна, подойдя к инвесторам, которые мы готовы подготовить паспорт проекта, единственное представить вам на согласовании дальнейшего утверждения уже мощного современного экспортно-импортного хаба портов Юга России. Созданием паспорта проекта интеграции хаба с национальными проектами займется специальная рабочая группа. Масштабный перегрузочный узел должен обеспечить совершенно иные возможности для экспорта продукции кубанских производителей на мировой рынок. Яна Бузычкина, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Кореновский район. Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Кореновский район.